Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кеша 900. Кто помнит такую машину? Navy Seals. Два Кеша повстречались. Слушаем, как котенок заводится. О! Мечта всей мечты, ребята! Вот они! Короли дорог в Такоми! Поехал, братан! Просто монстр! Красавчик! А у нас, как всегда, чайки. И сейчас следующую жертву, чтобы немножко обгадить. Поставил брызговички. Вот так будет смотреться, когда подняты Air Suspension. Ну, а вот так, когда подушки спущены. Вот она! Ну, что, ребята, бак блестит нормально? Значит, ребят, а теперь ответы на некоторые ваши вопросы. Вопросов очень много и задают подписчики. За американцев я уже вам не рассказываю, сколько мне емейлс присылают за этот тракт. Значит, мотор был здесь помененный. Вот он новый сериал номер. 6RI206915. Звоните куда хотите, узнавайте, что за мотор. Написано гарантия. Гарантии больше не будет, если эту бирку я сниму. Для чего я ее снял? Сейчас объясню. Ремануфакчурд инжин. Дата, 04 год. Это в 04 году его ремануфакчурд сделали. Какого года, неизвестно сам мотор. Вот он приклеенный был. Вот здесь. Для чего я его снял? Мне ребята подсказали, что там выбитый на блоке сериал номер. Я его снял, чтобы убедиться, что за сериал номер. Ну, конечно, камера не ловит. Сейчас попробую поймать. Значит, на блоке есть, правильно, сериал номер. И он соответствует. 06915. Вот видно. А должно быть 206915. Вон двоечка. И там тоже, вон, под бракетом. 06RI. 06RI 206915. Вот вам сериал номер. Никакой больше бирки на этом двигателе нет. Как я его купил, все содрали. И еще, что ECM DDX4. Тоже remanufactured DDX4. Все, что у меня есть на нем. Позвонил я в Детройт. Они говорят, звони во фритлайнер. Мы больше не имеем ничего общего с траками. Позвонил во фритлайнер. Такой, говорит, сериал номер не существует. Позвонил в Петербилл. Тоже самое сказали. Позвонил в Кенворс. Тоже самое сказали. Так что, я информацию не могу найти, каков этот код мотор. Трак 2000. А этот мотор был заменен. Другой сериал номер. Так что, я не знаю, что это за мотор. Когда он был переделанный, кроме что 04 года, я тоже не знаю. Знаю одно, что в хорошем состоянии. Кто видосы смотрит, то знают, что крышка передняя вскрывалась. Bull Gear помененный. Это шестерни. Тут три шестерни. Все три помененные. Я поменял рулевое Gearbox. И еще мне в шапе американцы вскрывали крышку клапанов. Все клапаны инжектора от Jazz сделали. И engine brake. Горный тормоз. Rebuild сделали. По мотору все. Сколько он лошадей, я до сих пор не знаю. Не проверял. Никакого года. Никто ничего не знает. По коробке. Новое сцепление. Все новое. Задняя прокладка между коробкой и мотором. Новое. Ничего не текет. Все силы новые. Сальнички. Тяги еще там новые. Всякие. Вон блестят. Все шланги новые. Короче нигде ничего больше не текет. Ни с мотора. Ни с Gearbox. Ни с коробки. Все сухенько. Четенько. И да ребята. Очень много у меня имейлс. За этот тракт. Именно от американцев. Я понял что маркет сейчас очень хат. И я его сейчас за 30 штук не отдаю. Так что я сказал. Перед этим видео. 30 принесут. А я так понял что здесь можно и 40 взять. А то и все 50. Если добавить цену. Так что я торопиться не буду с этим траком. Еще может быть даже на Флориду поедем. И буду за него просить. Top dollars. Каждую копейку возьму с него что смогу. Так что вот такой апдейт. Кто его хочет за 30 долларов. Ребят. За 30 тысяч. То есть. За 30 тысяч он уже не продается. Вот такая тема на сегодняшний день. Такой рынок. Я бы так сказал. Не нравится вам это? Ищите другой тракт. А за этот. За 30 больше не отдаю. Весь сухенький. Только помыть его надо. Чтоб он был чистенький. Но мыть я на районе тоже не буду. Так что ребят. Привез сейчас два колеса. На трейлера поставлю. И усе. И усе. Будет добре. И еще одно вам могу показать. Мой ELD читает пробег с ECM. С компьютера берет пробег. Вот значит дата. Десятое число. Это кстати сегодня. ЭЛС экспресс. Вот он вин номер трака. Если кому то интересно. Позвоните в Кенвер. Спросите всю информацию. И вот он у меня. Одометр. Спидометр. 116 тысяч. 163. Я его брал. По-моему я где-то даже говорил. Было что-то 97 тысяч. Я помню. И я так предполагаю. Это на оверхолле. Когда ребилд потор сделали. Не в 04 году. Я думаю еще раз его потом переделывали. И сразу ECM по нулям поставили. А может быть просто новый ECM стоит. И на ней уже 100 тысяч пробег. Я не знаю. Гадать не буду. Так что что есть то есть. А домер у меня выбивает 116 тысяч. Что это значит. Я как и вы только могу гадать. Предполагать. Работаем по старой схеме. Ставлю тоже на водительскую сторону. Задние колеса отполированы. Так что. Снимаем своим тулом. Весь этот хром китайский. И Милваки рулит. Вы это знаете. Сейчас откручиваем эти два колеса. И кидаем новые. Два сняли. Два будем ставить. Колесо я не помыл. После ставки резины. Установления резины. Это у нас получается. Brand new. Две резины купил. корио. Long march. Mary in China. Китай рулит. Ребят. И так же на внутреннее колесо тоже самое. Новенькая резинка будет. На заду. Ребят. На задней оси. Они очень долго ходят. Я еще ни разу не менял. Вот этих две. Так что это у меня теперь две пойдут. Или даже одна. На эту сторону. Отполирую когда. Потом это пойдет на ту сторону. И вот так буду rotation делать. Помаленьку. Очень легко работать. Вот с такой монтировочкой. За низ берешь. Приподнял колесико. И оно заходит. Значит теперь важный момент. Чтобы вот эти надувные соски. Внутренняя была. Допустим если она здесь. То уже наружнее. Поставим здесь. Противоположный пол. В сторону. Не обязательно. Можно на дырку допустим. Спустя здесь и все. Главное чтобы они в одной дырке не были. А то потом не докачаешь. Вот такой небольшой важный момент. Ставим новую резину. И полу новый диск. Ну блестит как новый. Оп. Ося. Вся сторона блестит. Еще кори фендрис. Вчера они пришли. Сегодня должны будут прийти. на переднюю ось. Еще крылья поставим. Стейл и стил. С блестяшки. Так что будет супер. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Колесико только надо помыть его. Блестит красиво. С колпаком шикарно смотрится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok